Помогите, пожалуйста, советом. Терпеть. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это была ошибкой. Я всю жизнь молилась, а он продолжал пить. Я не жила. Я потеряла 22 года жизни впустую. Я больше плакала, чем улыбалась. Дети. Одна моя радость. Их трое. Хотя с последним хотела сделать аборт, но не хотела рожать от такого мужа. Но малыш родился, слава богу. А теперь мужу дали вторую нерабочую группу инвалидности. Он не работает, пропивает часть пенсии. Дома ничего не делает. Хочет, чтобы все было на мне. Сегодня опять унижал, обзывал. Я должна все делать сама, потому что я баба, с его слов. А он инвалид, поэтому имеет право болеть и ничего не делать. Только смотри телевизор и телефон сутками. Либо выйти куда-нибудь напиться, потом вернуться домой и еще больше унижать меня и детей. Я его больше не люблю. Он все убил. И не потому, что он стал инвалидом, он потому, что никогда ни меня не жалел, уходя к своим гулящим женщинам, оставляя меня с детьми без средств на проживание, пока не натешится и снова не вернется. Я его не принимала, наоборот, выгоняла. А он просто не уходил. Просто пожив на стороне с другой, возвращался. А мне просто идти было некуда. И сейчас тоже некуда. Теперь он инвалид. А мне его не жалко. Совсем. Прости, Господи. Часто думаю о том, что если бы он умер, мне было бы намного легче. Намного легче жить. Хотя одной остаться тоже очень страшно. Я не чувствую рядом с ним себя не то что женщиной, даже просто человеком. Он умеет сделать меня виноватой. Внушает, что это я виновата, что он пьет, что изменял всю жизнь. И вообще во всем на свете. Я очень устала нести на себе работу, дом, детей. Часто плачу. И думаю, как же мне быть. И часто посещают мысли, что если бы мне умереть, то все мои страдания бы закончились. Ужас. Причем вот так живут очень много женщин. К сожалению, да. Где мы в Библии вообще вычитали это? Все, что нам надо такое терпеть. Осилие над собой. Боже нас образовал к рабству. Любовь – это взаимное чувство. Любовь – это завет. Исполняешь часть своего завета, я исполняю часть своего завета. Если человек изменяет, он убивает брак, убивает завет. Терпеть. Вот она, она терпела. Она не умеет жить. Представляешь, сколько лет она это терпела? Да, ей нужна глубокая вообще исцеление, терапия. Тут просто больной, больная психика. И плюс еще религиозное давление. Такая… О, Господи, я не знаю. Это продукт ненависти к женщине. Если женщина перестает терпеть, ее ненавидят больше, чем женщину, которая терпит. Женщина терпит, ее возводят в лик святых. Это же такая чушь. Это такая пропаганда домашнего насилия. Это норма. Дети искалеченные, женщины искалеченные. Все в животху ненависти, все. Боже мой. Ну, что я тут могу сказать? Вам не надо это было терпеть вообще никогда. Потому что безнаказанность рождает беспредел. Вот если читать Библию, там написано, Бог любит нас, Бог есть любовь. И Бог, кого любит, того наказывает. Мы неправильно понимаем любовь. Любовь – это не всегда только пряник. Любовь – это иногда и кнут. То есть преступник должен получить наказание. И Бог, когда исправляет человека, он, конечно, долго терпит, но он обязательно наказывает, и в этом тоже любовь Божья проявляется. В наказании. Нам во благо. Конечно. Благо было мне пострадать. Знаешь, какой-то такой момент. Ну, конечно. А здесь мы чему учим эту женщину в церкви? Она приходит и говорит, мой муж мне изменяет, издевается надо мной, над детьми. А мы говорим, терпи. То есть, другими словами, мы не хотим, по сути, я понимаю, этих служителей, нам проще женщин уже запугать, чем пойти разбираться с этим пьяницей и мужиком. Вот и все. И поэтому терпи. Вот она терпит. И сейчас она ненавидит. И сейчас у нее мысли вообще умереть. Или чтобы он умер. Прекрасно вообще. Дожились. Дотерпелись. Дотерпелись. Зачем это терпеть? Человека надо изолировать из этого беспредела. Это нельзя терпеть. А этот мужик уже все. Он деградированный. Потому что он столько лет в этой деградации живет. Он мозг весь пропил. Там нету этой личности вообще. И есть жена верующая, которая терпела такая духовная. Это ужасно. Это ужасно. Нельзя терпеть. Надо уходить. Я не говорю о разводах. Но уходить надо. Должно быть наказание у человека. Человек должен понимать, что если я еще раз напьюсь, я потеряю семью. А он ничего не теряет никогда. Там дома терпела. Он нагулялся с бабами с какими-то. Пришел домой. И все. И он опять там. Полноценный житель. Это же беспредел. Во-первых, у женщины в состоянии жертвы. Отсутствие. Она не берет ответственность. Она так и ничего не сделала со своей жизнью. Она просто терпит. Все. Она привыкла к этому состоянию. Сейчас ей кажется, что единственный выход это либо умереть самой, либо чтобы он умер. Прекрасно вообще. Выход есть, да? Надо начать с какой-то терапии. С ней надо работать. Ну, то есть, ей надо идти к специалистам. Ну, а первое, конечно, ей нужна изоляция. Первое, с чего надо начать, это надо начать думать, как ты съедешь от этого человека. С этим человеком жить нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok